Так, добрый вечер, зовут меня Шакей Фьюрий, я житель города Чебоксары, здесь же родился, мне 54 года, я многодетный папа, у меня четверо детей. Что еще добавить? Если автографические какие-то данные нужны, могу проволочь. Есть о чем рассказать вам и зрителям потенциальным. Нам идет очень интересная история с методиками дележных средств, которые обещают добровольцы. У нас люди очень правильно говорят, что там есть какие-то проблемы с деньгами. Так, смотрите, сразу начну с сегодняшней ситуации, как она на сегодняшний день протекает и что на самом деле сейчас происходит. Но судя по средствам массовой информации, с открытых источников, проблемы у добровольцев, аддл, вроде как бы закрылись. Им сейчас после определенных поездов главы Чувашской республики непосредственно на место дислокации, где они проходили учебные сборы. Самое интересное, он неоднократно туда ездил, да раз в два, это как минимум из открытых источников. Выплаты с 200 тысяч увеличились до 300, появились дополнительные социальные гарантии для семей, для детей, ипотека там 0,1%, возможность получения выплат несовершеннолетним, стипендий, возможность поступления в высшее учебное заведение, участникам, добровольцам, аддл и так далее. А если начать сначала, как все это начиналось, то в начале, я так понял, июля, было определенное громогласное заявление руководителя Чувашской республики, Олега Николаева, о том, что в Чувашской республике формируется добровольческий батальон под названием Адл. Адл в переводе на русский, это Волга. Озвучились определенные цифры, около 200 тысяч семьям, единовременная выплата, ряд еще льгот и так далее. Но так получилось, что мне где-то в 20-х числах позвонил один из добровольцев. Он представился, рассказал о ситуации, что мы около трех недель находимся на сборах, не знаю, стоит ли говорить регион, где они находятся, но это в пределах Российской Федерации. Рядом с ними находятся так аналогичные батальоны с Республикой Российской Федерации, что именно проблем, связанные с выплатами ежедневными, командировочными, денежными выплатами семьям, участников батальонов, национальных батальонов нет. А вот у них эта проблема возникла. Получается, были какие-то определенные обещания, и эти обещания были невыполнены главой Чувашской Республики и военкомом, соответственно, нашего региона. Я был, конечно, удивлен, что именно обратились ко мне, я занимаюсь общественной политической деятельностью, занимаюсь блогерством, чем могу, помогу. Но для того, чтобы как-то вам помочь, мне надо закрепить, чтобы это не было уголовно наказуемым деянием по отношению к моей публикации, чтобы это не было фейт-ньюс, как говорится. Я их попросил, чтобы они заскринили, изготовили, напечатали, составили, подписали группы лиц, коллег этого добровольца, и желательно, чтобы было обращение члена семьи одного из добровольцев. И тем самым, через определенное время, мне скинули само обращение с подписями, фамилиями, званиями, большое количество на одном листе, ну, по-моему, брать не буду сейчас, но, по-моему, не менее 20. И через некоторое время мне на мессенджер скинут видеофайл с обращением жены одного из добровольцев, где она рассказывает и подтверждает те доводы, которые озвучит непосредственно ее муж. Были обещания, наши мужья уехали, никаких выплат, по крайней мере, семьям нету, нету семьям. Тут все зуетились, ну, некоторые называют меня лидером общественного мнения, Чебоксары и, возможно, даже регионального уровня. Вот эта вся ситуация вышла на поверхность. Я, соответственно, обратился, написал обращение и в Госсовет Чувашской Республики, и в правительство Чувашской Республики, лично в главе Чувашской Республики. Обратился в военкомат, обратился, что самое интересное, написал в приемную следственного комитета. В социальных сетях есть такая приемная Басрикина, и я тоже туда написал. После этого последовали определенные опровержения, что мы, якобы, вроде, они не поняли, якобы добровольцы не поняли о том, что было сказано. Были виден сюжеты на местном канале, и слова, как бы, и сложно опровергнуть это, интернет, это все сохранилось. Даже эти публикации не удалялись, где говорил, что да-да-да, в течение какого-то времени. Нас, говорят, не поняли. Выплаты должны были быть разноэтапно, в определенном порядке, разбиты на два этапа. Сверху была выплата через 10 дней, там, в пределах 50 тысяч. Следующая выплата 150 тысяч рублей через, там, то ли два месяца, то ли еще какой-то период. Не знаю. Ну, один из моментов. Потом им начали помогать и материально, помогать в части техники. В части техники. Уазик там новый, там, один, по крайней мере, был в сюжете. Еще какие-то выпуты. Кстати, на сюжете, в сюжете, по крайней мере, выступления жены, она говорила даже, вплоть до нюансов, связанные с формой. Чуть ли не какую-то бушную форму им предлагали. Ну, я цитирую то, что говорю. Я сам лично не видел, да, но это со слов, опять же, супруги. Эти доводы подтверждали, соответственно, и добровольцы. Вот такое не совсем хорошее, ну, не совсем корректное, может, в росте какие-то моменты, в размере и так далее. Неудобные, может быть, какие-то моменты были. Сейчас по памяти уже прошло определенное время, да, нюансов не помню. Но самое главное, что были задержки с выпутками. На сегодняшний день, к сожалению, я с ними связаться не могу. При определенных обстоятельствах, тот телефон, который у меня был, он был у меня изъят. Контакты, которые были в этом телефоне, в WhatsApp, они у меня, ну, сейчас находятся в телефоне, который находится в Следственном комитете. В отношении меня тут возбуждена попытка возбудить уголовное дело по 294, воспрепятствования по проведению следствия. Якобы, опять же, моя публикация повлияла на ход следствия возношения местных, там, каких-то предпринимателей, жуликов, которые... Это другая история. Это другая история. Ну, если порыться, найти можно, но самого WhatsApp, где я общался, такого нет. Опять же, ну, отвечая на второй вопрос, ну, предварительно вы тоже задавали, или сейчас зададите по поводу у меня, возможно, моей, моего участия, самого как добровольца. Сейчас, давайте подождите секунду, когда я вас хочу попросить. Спросили. А, может, этот вопрос еще раз... Нет, нет, да, он по-новому зато. По-новому образовать, да. Когда я перекручиваю с ними двигаться, то есть, остальное, что нужно... Ага. Просто рукой перекручивается с ними двигаться. Так, ага. Все, 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 все. Все, можно? Все, можно? Да, я хотел вот это подточить. То есть, вы сейчас неизвестно, есть ли руководители, нет руководителей, а почему-то связаться с ними? Я не могу с ними связаться. Я реально не... У меня утеряны контакты. И следующий момент, возможно, тоже... Я сейчас прохожу определенную... Ну, медкомиссию, я завершаю медкомиссию. У меня была беседа в приемном пункте, в сборном пункте военкомата. И, соответственно, я спросил, можно ли пользоваться вообще телефоном добровольцам. Они сказали, что телефоном можно пользоваться, и им в том числе, судя по тому, что с ними сразу невозможно связаться, только в личное время, время отдыха. И то это не каждый день. Собой им запрещено носить телефон. Исправилось? Я сказал, что судя по сообщениям в открытом доступе, что ситуация исправилась. Исправилась. К сожалению, к сожалению, нет. У меня ни одного контакта не осталось, ни одного добровольца, ни, соответственно, супруги и так далее. Членом семьи связи у меня сейчас, на сегодняшний день. Потому что телефона у меня нет. Я сейчас пользуюсь другим гаджетом. Если только попозже попытаться полистать. А имена... Ну, смотрите, я же там замазал, когда была публикация. Вот эти все оригинальные скрины, да, они тоже в том телефоне. Все оригинальные скрины, они тоже в том телефоне. И все эти симки, флешки, видеокамеры, ноутбуки, соответственно, системные блоки, видеокамеры, все у меня было изъято. Я вот сейчас в определенной пространстве, как блогер, да, вы сами понимаете. Даже для обычного человека потерять контакты, это все надо восстанавливать по-новому. Ну, хорошо. Когда мы хотим, мы с ней постановимся. Да, 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 да. Так, Юрий, вы собираетесь добровольцем отправиться на войну, это так? Так, давайте называть это спецоперацией. Сегодня было выступление Пескова. Независимо от вчерашнего выступления Владимира Владимировича Путина, да, это не стало тем, что вы сказали. Это также осталось спецоперацией. Окей, вы собираетесь идти добровольцем спецоперацией? Да. Скажите, какое-то движение, движение, желание? Ну, звезды так сошлись, что именно меня сподвигло непосредственно вот это заявление. Я, у меня были такие задумки, да, ранее, да, но я никому об этом не озвучил. Ну, это все как-то спонтанно пришло. Соответственно, я обратился в инкомат, мне дали контакты, я пришел на сборный пункт. На сборном пункте мне заполнил соответствующую анкету, заполнил необходимые проверочные какие-то документы. Мне дали направление на медкомиссию. Сегодня практически я эту медкомиссию прошел, у меня осталось два анализа. Ну, самые банальные анализы, которые сдают по утрам. Понимаете, да, о чем я хочу сказать? Да, вот эти утренние анализы завтра я, скорее всего, сдам. Мне вот сделают заключение. Операция, ну, в части медицины, достаточно, я думаю, на Олимпийские игры так не готовят. Потому что от и до наркологи, терапевты, психотерапевты, ухо, горло, нос, все, представляете? Сдавал, да, даже на наркотики сдавал анализ. Сейчас, завтра будет еще сдача на ВИЧ в крови. Ну, достаточно серьезно все, подход. Вот, если будет связано с мобилизацией, да, и так вот у нас в Чувашии предположительно от 2700 до 300 тысяч планируется так, из определенных источников. Если я один выстроюсь в эту очередь определенным, да, специалистам, потому что очереди у нас и так присутствуют, кроме этого, да, то это будет как-то немножко затруднительно. Я думаю, надо какая-то облегченная форма прохождения. И чтобы это не отбило желание у тех, кто хочет в рамках мобилизации или в рамках добровольного какого-то участия принимать спецоперации. Здравствуйте, Юрий, а вот Вы сказали, что у Вас были мысли о выступлении президента, насколько я понимаю, такие, да? Да. Да, право, с какого есть? А, как вы видите, мы в этом решении как раз посмотрели, какие вы обращаете, правильно? Так, вы знаете, почему это случилось сейчас? До 11 сентября я участвовал в местных выборах, в местных выборах, и физически был очень занят. Мне надо было это попе и закончить. Я, к сожалению, занял, к сожалению, второе место на выборах. Я член, я коммунист. Следующий коммунистической партии Российской Федерации. Вот я как член коммунистической партии Российской Федерации участвовал в руках и занял второе место. Сейчас я более-менее как-то вот освободился, этот груз, определенная ответственность, связанная с моим участием, он как бы отпал. И дополнительные какие-то мысли, связанные с возможной, ну, на уровне, не буду говорить какие-то патриотические слова, это личное мое желание, не связанное с какими-то материальными, какими-то там поощрениями, социальными гарантиями и так далее, и так далее. Безвыкутной ситуации у меня нет. Просто есть желание, все-таки, я война обязанной, по крайней мере, был, служил в группе советских войск Германии 87-89, третий танкист, наводчик орудия первого класса, соответственно, навыки остались. Я в свое время, три года назад сдал ружье, я был охотником, как говорится, белки в глаз и так далее, опыта есть держать не, как бы, не агрессорельное, а, ну, водкосвольное оружие у меня есть в ближайшие, как бы, периоды, последние. Что-то задело, может быть, в словах президента? Абсолютно меня ничего не задело. Нет, мне задело, конечно, я эту ситуацию знаю, это длится более восьми лет по отношению к жителям Луганской и Донецких республик. Вот этот определенный беспредел, нападки, нападки Запада, сплочение их против Российской Федерации, это как было, это же было и во времена Великой Отечественной войны, когда весь Запад сплотился против нас до определенного момента, да, это потом уже ближе, когда поняли, что Советский Союз победит, они начали как-то линглист там и так далее, копирироваться с нами, даже Англия, даже США. Так же и было бы во времена Наполеона. Так же вся Европа сплотилась вокруг Наполеона и так же целиком этой Ордой, так называемой, поперли на Россию. Аналогичная ситуация примерно так же. Я это понял не только со слов президента, я это внутренне понимаю как человек, который постоянно следит за политической обстановкой не только у себя в регионе, в районе, в городе и около подъезда, где я живу, но и в мире в том числе. Вы рассчитываете попасть именно на данный лондон, пусть в горячую точку, вы сказали, что танкисты? Ну, смотрите, танки точно по тылам не бегают, мне уже определили часть, в которой я буду, я, наверное, не буду называть ее вместо дислокации по определенным причинам. Мы уже определили часть, куда меня сперва пошлют для тренировочных каких-то учебных сборов, да? А затем, соответственно, будет передислокация уже территории ДНР, ЛНР, которые уже к тому времени, возможно, станут уже полноценными регионами Российской Федерации. Ну, вы задаете провокационные вопросы, я буду защищать интересы Российской Федерации. Нет, мы после провокационного вопроса, поскольку мы будем устроены, то есть, вы стали добровольцем, вас отправляют, а у вас специфическая достаточно специальность. Смотрите, военный, он принимает решения, исходя из определенных приказов, приказов, приказов. Будет соответствующий приказ, да, взять какой-то плацдарм, передисплотироваться на определенную точку. Наличие техники не всегда говорит о том, что она будет, возможно, и стрелять. Это дает возможность показать силу, наличие даже просто техники. Вот даже чисто по себе сужу, да, мне достаточно, я и сам юрист, просто прийти в процесс и не обязательно что-то говорить. Уже люди понимают, что опыт, возможное понимание сути спора даст уже для судей и для сторон какое-то понимание, что все это серьезно. Так же будет и, соответственно, мое какое-то участие. Естественно, я не буду там писать на броне, что это Юрий Алексеевич приехал там и так далее. Бойтесь и так далее. Но, смотрите, это все-таки военная техника. Военной технике надо уметь определенным образом управлять. Я служил в Германии, поймите, достаточно серьезное подразделение группы советских войск. Я участвовал много раз в штатных стрельбах, у меня один раз даже контузило из-за сбоя определенной техники. Там я три дня не слышал, там система брод, там и так далее, сработала, меня заглушило. Оглушило. Но это все, я все понимаю, куда я иду. Как бы вы ни думали, что... Я не буду, вот как бы... Понятно, для кого-то это как-то есть разные мнения в отношении всего этого. Но у меня есть, сложилась определенная позиция. Некоторые меня называют даже фашистом. Некоторые за мою поддержку спецопераций в том числе, да, некоторые называют. Но они сидят далеко, в Грузиях, там, в Эстониях и так далее. Ну, даже будучи жителями Чувашской республики, пытаются меня каким-то образом осудить. Это моя позиция. Я... мне 54 года. У меня четверо детей. Я... Понятно, есть какие-то моменты, которые дети и друг друга осуждают, да. Но я сказал, что это мое решение, я его принял. И сейчас обратной дороги нет. Вот если я завтра же заберу это заявление, тут же найдутся критики, которые меня ниже клинку запустят, скажут, что я трус. И я фуфлумицен, пиарщик и так далее. Я обратно точно не поверну. А как, да, вот расскажите, как отнеслась семья к этому? А я вам только что сказал. Только что сказал. Две фразы было. Естественно, не совсем приветствует это. Не совсем приветствует. Ну, чтобы вы поняли, чтобы меня... Давай, давай, иди, 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 иди. Такого точно нет. Ну... Я думаю, что, по крайней мере, социальные гарантии в отношении членов моих семей в период нахождения меня на спецоперации будут сохранены. И это даст им возможность определенного спокойствия. Понятно, что это не шутки, это не игрушки там в детском саде с деревянными автоматами, что есть, возможно, тотальные какие-то мероприятия, ситуации, да. Ну, что делать? Ну, смотрите, я с головой дружу, я понимаю, да. Ну, в данном случае, опять же, не хотелось говорить громких слов, но в моей ситуации я не хочу просто съесть на диване и наблюдать. Может быть, спасу чью-то молодую жизнь какого-то молодого студента, там, молодого человека до 35 лет. И просто я его заменил. И все. Смотрите, по домострою, да, мужчина должен посадить дерево, построить дом, но вырастить детей. Смотрите, у меня уже четверо детей, дети уже первые 31-23 года, они уже стали относительно на ноги. Младшие уже тоже в определенном возрасте, это уже 7-9 класс. Я думаю, они уже как-то смогут, смогут. Я сам жил один с отцом. У меня мама умерла, когда мне было 11 месяцев. Я жил с отцом. Я все прекрасно понимаю, что такая неполноценная семья, как это сложно. Ну, а что делать? Минейси. Минейси остался с юристами, что делать? И не отнимается на военные братья. Смотрите, кроме вас, да, мне это говорили много людей, много людей говорили. Ни один из них не говорил, Юлия Алексеевна, давай бегун, давай иди. Все, все, мне все отговаривали, все отговаривали, все отговаривали. Я уже принял решение, обратного пути нет. Вот это мой шаг назад. В любом случае, да, при всех стечениях обстоятельств будет расцениваться как трусость. Я не трус. В случае не получается тогда, что специальная операция вождей в семье. Смотрите, я в прошлом году переплывал в Волгу. Туда-сюда. Это 4400 метров. Представляете? В одну сторону 2200, я обратно 2200. На середине Волги тоже очково. Представляете? Очково. Туда ехать или обратно плыть. Представляете? Тут вперед плыть или обратно плыть. И ты плывешь вперед. Такая же ситуация здесь. А обратно уже смысла возвращаться нет. Как бы, понимаете, получается, путь вперед, это остаться, жить. И я плыву сейчас вперед. Я не собираюсь умирать, чтобы туда ехать. Я не собираюсь умирать. Я не собираюсь погибать. Я буду жить. Я вас всех переживу. Представляете? Всех переживу. Я не буду говорить по статье 51-й конституции, как Юрий. Не свидетельствовать себя и своих близких. Ну, вы пытаетесь мне какие-то определенные нотки затронуть, да? Давай чашечку весов опрылить. Чашечку я уже, в принципе, объяснил, да? Я не только пытаюсь спасти свою семью, я пытаюсь спасти Российскую Федерацию. Я пытаюсь спасти даже просто одного молодого человека до 35 лет, которого я заменю. Одного. Посмотрите, одного. Одного. Из 25 миллионов потенциальных. И все. Его не заберут. Его не заберут. Его не заберут. Когда у тебя приходит повестка, да, и ты никуда не денешься от этой любви, да, это одно. А когда ты сам добровольно принимаешь решение, это немножко другая ситуация. У меня контракт на 4 месяца. 4 месяца. Да. А какие, сколько вам получается зарплатить сейчас? Смотрите, они пытались мне говорить про сумму, я им сказал, мне финансовая составляющая не интересует. И я, если честно, даже не знаю. Лукавить не буду, не знаю. Нет, они сказали, принесите карточку, там, мир, там, и так далее, чтобы мы вам что-то оплачивали. Я говорю, для меня это не принципиально. Реально не принципиально. Реально, я не буду лукавить, да, не принципиально. Возможно, это поможет, там, ЖКХ, там, пока меня не будет, там, и так далее, там, как-то, там, быт и так далее, семейный, возможно, да. Но, еще раз говорю, не принципиально. Смотрите, вы просто меня не совсем знаете, я тут общественный деятель. Мне, я не говорю, что мне нечего терять, там, и так далее, кроме своих цепей. Мне есть, что терять, и дома, дома, как бы, есть, и квартиры, и нежилые помещения, и движимое, и недвижимое имущество. Все это есть. Представляете, все есть. Вот, мне недавно, 1 февраля, дом сожгли. За матерью-покровительницей, это достаточно самый дорогой район города Чебоксары. Там земельные участки у нас около 2 миллионов стоят, сотка. И у меня там сожгли дом за мою общественную деятельность. Я им хочу показать, что они просто, я не, я, ладно, не буду на камеру говорить, да, просто, это еще один из мотивационных моментов, да, показать, что, что все мои потоги в части школы, из-за чего там сожгли дом? Из-за противостояния застройщикам, я им говорю, давайте, там должна быть школа, давайте. Они просто решили тупо сжечь, меня, мою машину обливали 2 раза кислотой. Я же не просто так, вот, у меня есть какая-то, ну, опять не хочу говорить, ну, какой-то стержень, умек, вот, многие говорят, ты один-единственный остался, который еще пытается воевать в классе. Ты нужен здесь, даже не из-за того, что дети и так далее, ты просто нужен здесь, они мне говорят, чтобы так же продолжать. Ну, смотрите, благодаря, благодаря вот этим заявлениям вчерашним, вот это все, что общественно, оно немножко сникнет, да, ну, на 3-4, возможно, месяца. Потому что все, ну, встаем на определенные рельсы, спецоперационные рельсы, да, встает страна, да, и регион в том числе. И вот эти общественные потуги, в части школы, они, если честно, уйдут на какой-то второй план. И в этот период я буду помогать России. Так, я буду выполнять приказ. Я, 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 я уже, я уже ответил на ваш вопрос. Если в отношении меня будут какие-то определенные выпады, да, я буду понимать, что моя жизнь и здоровье будет под угрозой, соответственно, он для меня враг. В любом случае. Враг. Это не будет какой-то гражданский житель, там, дети, бабушки и так далее, гражданский житель. Это для меня будет враг. Он вооружен, да зубок, американским оружием, натоским оружием. И, соответственно, все, что надо, все, что касается моего должностной какой-то определенной обязанности, как военнослужащего, я буду исполнить. Сейчас, я закончу. Хотелось спросить те видео-медии, которые, допустим, на ютубе, когда вы прошли своих команд, у вас вообще были трудности с тем, чтобы записаться, скрываться? Ну, таких трудностей нету, очередей так таковых нету. Просто есть нюансы, связанные с медицинским прохождением медкомиссии. Готовят и проверяют, наверное, строже, чем на Олимпийских играх. Ну, то, что вы говорите, да? Да, да, да. А в остальном все нормально. Окей. Юрий, меня есть вопросы, если вы получились. Я хочу, что я концентрировал, что, может быть, я не задал какой-то важный для вас вопрос, если вы хотели бы что-то сказать? Ну, я стараюсь, российская, советская песня, да? Жди меня, я вернусь. Я, что-то самое интересное, мне врачи так же говорили, мы вас будем ждать. Обратно. Все? Я вернусь обязательно, для того, чтобы воспитывать своих детей. Вернусь обязательно, чтобы продолжать воспитывать своих детей. Спасибо. А теперь Оператор сделал интерфейского подъема. Вот, но сейчас переходишь к министерству. Спасибо.